Я готовлю рис. Я сейчас пришла с хозяйства, поеду сейчас в город, туда, в квартиру, в бабушке. Ну, бабушка сегодня наработана. И рис это для суши-торта. Я уже говорила, как нам это все понравилось. Это я заливаю... Кто он называется? Уксус... Ой, пальцы, извиняюсь. Уксус рисовый. Это специально для суши. Но я, поскольку до Нового года не делала ни разу вот эту вот вещь, суши-торт, поэтому я знала, что наводят с простого уксуса, но я как бы, ну, наверное, побоялась. Думаю, чтоб уж... Думаю, чтоб уж наверняка... Я лучше поначалу закажу, а потом я уже въеду во все эти процессы. Вот. И стоило мне приготовить один раз, и я все поняла. И мне еще попалось как раз такое видео, где я вообще все поняла и думаю, «А зачем я заказывала эти дорогие уксусы?» Бутылочка маленькая. Сколько? 150. Хотела сказать 250. Нет, даже 150. Там, не знаю, не помню. Там они, конечно... Ай! Обязательно надо было так сделать. Там они, конечно, разные. По цене 300, 400, 500. Вот эти я покупала... За 500, но там была акция и было две штучки. В общем, понимаете, и 150 миллилитров, как бы это не дешево удовольствие. И даже не то, что не дешево удовольствие. Я посмотрела прям таких известных и хороших сушистов, которые делают суши. Суши-роллы, которые наводят. Просто берут и наводят, и будет то же самое. Ну, там обычный уксус разводить. Развести сначала нужно его с водичкой. Потом соль, сахар. Все, я в это во все въехала. И я теперь думаю, зачем я покупала? Ну, я уже, естественно, допользую. Перемешиваю, потому что вам тоже, наверное, видно. Где-то прям красное-красное. Он не обязательно красный-красный. Рисовый уксус. Просто этот был такой. Другая бутылочка, она... Другая бутылочка, она другая. Не красная. Поэтому здесь местами. И уже подготовилась к бабушке. Это открытый у нас этот соевый. Вдруг нам будет мало. Уже для готового тортика взяла еще соевый. Это у меня с Новым Годом осталось. Как называется? Творожный сыр. Творожный сыр, ну, я, наверное, в этот раз, ну, или следующий я подкуплю сливочный, попробую. Все-таки суши сливочным нужно делать, суши роллы. Ну, и с творожным. Вот с творожным я уже делала. Это имбирь маринованный. И я сейчас чихну. Что-то тут этих каких-то я приправ нанюхалась, не знаю. Вот. И я намолола, повезу туда. Это кофе молотый. Кофе, жареный в зернах. Мы такой пьем. Кофа. Кофа. Кофа такой пьем. Намолола и туда, чтобы уже в баночку засыпать. Так, все. Теперь мне это нужно переложить в какую-то емкость, с которой мы поедем. Я. Емкость найду. Так, огурчик мне там надо будет купить рядом магнит. Ну, вообще, представляете, если сейчас... Слава Богу, что я начала тут вам рассказывать, снимать. А рыбка-то в морозилосе. Это тоже я на Новый год покупала кусок. Делала тоже суши. Торт вот этот солоделька. Это семга. Слава соленая. Там был такой кусочек приличный, на полторы тысячи. Вот. И осталось нам на несколько раз. Я даже и сейчас приготовлю. Я уже как бы примерно в курсе, сколько у меня уходит продуктов. Даже на нашу лоханку творожного сыра уходит. А, две. Да, две уходят. Мне кажется, здесь еще на разочек останется, потому что рыбка идет только наверх положить, так обвернуть. Вот. Представляете, и забыла бы, напрочь забыла бы, если сейчас с вами не начала разговаривать, что нужно еще туда рыбку мне забрать, которую у меня в морозилке. Ну, там бы тогда уж купила бы упаковочку. Я думаю, 300-граммовые, которые продаются у нас по 500 рублей вакуумные, вполне хватило бы на один разочек. Так, все, готово. Пока. Теперь буду... Доброе утро. Ну, лохматая, потому что пришла раздела, шапку сняла, продукты собрала. Теперь буду рисовать лицо. И уже пора собираться. Я уже подъездил к бабушке. Как видите, да? На улице не могла ничего снимать, потому что витрина жуткая. Какой-то сегодня мороз. Я не знаю даже сколько градусов, но кажется, прям какой-то ужас. Прям морозный. Мороз прям совсем. Идешь, и знаете, аж лицо больное. Ветер дует, лицо больное. Подошла там, еще тетенька на остановке стояла. Подъехала машина, остановилась, и она туда. Они типа спрашивают из машины. Молодые. Парень с девушкой в Кирейск. И она туда. Ну, я думала, это ее знакомые, я стою. Они мне, а вы едете? Если вы бросите, конечно, я еду. Зачем же мне стоять, сжать автобус? Вот. И что, говорят, у меня прям переполняет. Прям вообще не могу молчать, переполняет. Вот довезли, да? Ну, довезли, и все. Часто такое бывает. Ну, как приятно. Прям молодцы. Могли просто проехать бы. Та тетенька там говорила, говорила, ой, спасибо. Ой, спасибо. И они нас прям по адресам. То и надо было в Азон. Они там остановили. А мне сюда. Я говорю, ну, мне начехало. Куда начехало? Я говорю, да вообще мне где высадить? В городе ходим, в другом конце я дойду. Да, спасибо, что довезли. И так. Нет, куда? Я говорю, ну, вот этот дом. Подъезд какой. Короче, меня высадили возле подъезда. Я сначала со спины мальчика не узнала, а потом я знаю. Мама на год, на два, может, на год, на два. Не знаю, постарше меня. Мальчик этот ровесник моему Дене. Они даже учились какое-то время в одном классе. Почему? В каком смысле учились? Там очень тяжелая история была с этим мальчиком. Еще, когда в младенчестве. Короче, температура, температура. Ну, не умные вот эти наши врачи в данном случае. Сейчас доскажу уже. Пойду дверь открывать. Говорила, что-то не то. Я говорю, Наташа, что-то не то у вас. А мы останавливались на улице, иногда виделись. Врачи приедут, а это от зубов. А это от зубов. И прям длительное время. Я говорю, Наташа, ну от зубов смотри. Ты сама подумай. А у меня уже было два ребенка. А у нее она и так поздновато родила. У нее вот этот единственный мальчик. Вот. Ничего страшного. Я же слушаю. Ну, зубы-то смотри. Перед зубами, допустим, температура. И то далеко не у всех, да. Значит, какие-то причины там есть еще, кроме зубов. Вот. Но зуб-то вылез. Все это обострение прошло. Температура уходит. У тебя она держится, дед держится. Вызывала врача. Короче, довели до такого состояния, что мальчиком быстро. Ну вот маленького, младенца, да. Я не помню, сколько месяцев. Блин, сколько-то месяцев. Вот забыла, сколько вам. Может, 6-7. И, короче, в Тулу пока довезли. И под этот, под колпак, под этот. Короче, он уже самостоятельно не мог ни жить, ни дышать. У него уже отмирание тканей пошло. А нога была одна, почерневшая. Зубы. Врать. Блин, я понимаю, она бы соседку позвала, вы понимаете. Та ей, а, врач, травкой ей там помашь, попей травки и пройдет. Но когда врача вызывают, и врачи такие безграмотные. А это у нас раньше вообще было, ну, я не знаю, сейчас, наверное. Мы не ходим просто сюда, крайне редко. А на прививки только с детьми ходили. И, короче, отмирание, нога почернела. И, ну, понимаете, там, долго. И вот когда я ее видела, уже в это время, представляете, какой человек идет, когда тебе в любое время могут позвонить, сказать, что у тебя ребенок умер. Месяца два он под колпаком был. И потом вроде бы наладилось, а потом смотрю, уже это наши все пошли дети. А она в коляске, в коляске два года, три года, неудобно спрашивать. Вот. И у мальчика, ну, вот эта нога, которая отмирала уже, все, органы стали отмирать. Вот. И он пошел в школу. И так получилось, что он с Дэней в одном классе, но недолго он учился. В каком смысле? Нет, там, да прям пытались они иногда учиться, но вот их жизнь, этого мальчика, прям вот борьба. Постоянная борьба за жизнь. Это не как у кого-то. Постоянная операция в Москве. Постоянная. Постоянная. И я вот когда села, я его не узнала. Сзади, ну, я не видела просто. А потом он ко мне повернулся. Эх, спасибо большое. Домой пришла, обрадовалась на радость, что до подъезда довезли. Я ведь собиралась в Магнит заходить и купить огурца. У бабушки здесь есть один огурец. Прям нормальная такая величина. Я думаю, хватит, не хватит. Поэтому Магнит все равно в этом доме. Вот. Почему я так растроглась? Ну, я не знаю. Не именно из-за этого. А этот парень, ну, понимаете, постоянная операция. Постоянно потом на домашнее обучение перевели. Мама такая еще. Учителя бывают неумные. Как что скажут, блин. Ладно. Вот. И я прям там все... Ну, так мне было приятно. Ну, видите, и хороший человек. Не мог учиться, да. Сейчас работает он. Естественно, какое он мог образование получить? Никакое. Там выжить бы. Я говорю, прям буквально вся его жизнь. Кто-то просто живет. И не ценит жизнь, да. А это прям... Ой, сколько же нервов. И смотрите, хороший человек-то не за деньги никак. Ничего мог бы просто проехать. И никто бы вообще и не знал, что он там поехал. Или что-то вот этого. Вот обычный поступок, да? Ну, не каждый сейчас сделает это. Не каждый. Прям вот. Поэтому. Прям меня распирает. Поэтому я хотела сказать. Я ему хотела там наговорить мамке привет туда-сюда. Но не стал я таратой. Очень уважительный. Очень такой воспитанный. Куда надо, довезу. Я не знаю. Вообще. Вильнице. Проходит. С трудом. Вы понимаете. И сейчас. Зашла за двумя. Ну, нужен был один. Купила два. Чего за одним. И этот. Он слишком творожный. Попробую. А может, разницы никакой-то не будет. Между тем и тем. Ну, попробую. А вдруг с этим как-то вкуснее бы.